Взрослые часто ругают нас за плохие оценки. А как учились они? Давайте посмотрим. Какие у вас были оценки в школе? Хорошие. Какие? 4-5. И тройки были, и двойки были, и колы. А вас ругали родители? Нет, никогда не ругали. Они говорили, кол надо заработать. Это классная оценка. И я своих детей никогда не ругала. Я говорила, ну раз ты двойку принёс, значит ты её заработал. Я был круглым троечником. 16 троек в аттестате, 3 четвёрки. Пятёрок не было. А вас родители ругали? Много раз. А как? Ну, меня не били, конечно. Ну, пару ласковых сказали. На самом деле разные. И хорошие, и плохие. Но я всем был рад и доволен. А вас родители ругали? Нет, конечно. Ведь главное в детстве это что, весело время проводить. А вам это помогло или помешало в жизни? Ну, вот, как видишь, я довольно-таки успешный человек, и главное счастливый. И то же самое сейчас происходит с моими детьми. Оно не всегда хорошее, особенно по литературе, за сочинения. А какие? Ну, за изложение материала было 4-5, а вот за грамматику 2. А помогло ли вам это в жизни? Да. Я начала больше читать уже во взрослом возрасте, перечитала практически всю русскую литературу. Какие у вас были оценки в школе? Всякие. А какие? И 2, и 3, и 5. А вам это помогло или помешало в жизни? Нет, помогло. Но на ошибку мы учимся. Оказывается, всякие оценки важны. У нас есть 3 месяца, чтобы над этим пораздумывать.